Для многих славянских ребят отделение академической гребли стало не только местом тренировок и всестороннего развития, но и окном в большой спорт. Мы побывали там, где юные славянские гребцы обучаются тонкостям этого непростого, но очень красивого вида спорта. Почему так популярна академическая гребля? Она гармонично развивает все основные группы мышц, создает позитивный эмоциональный фон, закаливает организм. Занятия гребным спортом развивают умственные способности и тактическое мышление. Все это, а также серьезная и все время улучшающаяся материально-техническая база, отделение академической гребли и ее сильный тренерский состав привлекают юных спортивных славянцев. Гребля в Славянском районе совершенствуется, в принципе все больше и больше детей сами приходят заниматься. Совершенствуется материально-техническая база, покупаются лодки, строится сейчас тренажерный зал, почти что уже достраивается. Это, конечно, тоже спасибо большое нашему руководству, главе района, Министерству спорта Краснодарского края. Славянская школа академической гребли занимает не последнее место в Краснодарском крае и на уровне России. Сейчас вот у нас будет проводиться в Ростове с 1 по 4 августа спорта Киада учащихся России, где, в принципе, Славянск будет отстаивать место и Краснодарского края, и Славянского района. Все наслышаны об успехах славянских спортсменов на соревнованиях самых высоких уровней. И эти успехи обеспечиваются постоянным и упорным трудом. Недавно в Нижнем Новгороде прошло первенство России по гребному спорту среди юношей и девушек до 17 лет. В личном зачете по дисциплине «Двойка безрулевого» славянцы Артем Горбатенко и Егор Рыбкин завоевали почетное второе место. Это отличный результат, который подтверждает, что Кубань является одним из ведущих регионов России в развитии гребного спорта. Я занимаюсь греблей три года, упорными тренировками нарастил форму. Заняли на первенстве России до 17 лет в распашной «Двойке» второе место серебро. Я очень доволен этим достижением и рад. Славянские гребцы продемонстрировали высокий уровень мастерства и упорства в достижении результата. Для спортсменов в командном экипаже очень важны взаимопонимания совместно с силой и точностью движений. Должны работать как один механизм. Меня этот спорт привлек именно потому, что тут должна быть очень серьезная концентрация, выносливость и как бы ты каждую тренировку, каждую гонку должен перебороть себя и показать себя. Из последних достижений, вот я с мальчиком, с Артемом Горбатенко, мы взяли серебро на первенстве России до 17 лет и в составе четверки мы взяли первое место на Южнофедеральном округе. Полным ходом идут работы по строительству тренажерного зала. Он строится по госпрограмме развития общественной инфраструктуры на средства краевого и районного бюджетов. После завершения работ для славянских спортсменов улучшатся условия для проведения эффективных тренировок, что, конечно же, поможет в сохранении и наращивании спортивной формы. И все данные для будущих побед у славянцев есть. Приятно видеть, как ребята стремительно рассекают речную воду на своей лодке. Планы на нынешний год большие. Спортсмены наращивают форму, чтобы добиться новых успехов на престижных соревнованиях. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».